Шалом! Кто такие 144 тысячи? Во-первых, нужно понять, что 144 тысячи – это не люди, это первенцы. Нигде в Писании не написано, что это люди. Это 144 тысячи – это церковь первенцев, написанных на небесах. Запечатление этих 144 тысяч идёт от Востока Солнечного, то есть из древности. И первым таким первенцем была церковь, которая получила Духа Святого в 1932 году в Иерусалиме. Это был первый первенец, и он получил печать Святого Духа. Печать – это Святой Дух, потому что Бог иначе не может подтвердить истинность вот этого собрания. И это собрание было запечатлено. Потом было запечатлено другое собрание. В Доме Сотника Корнилия тоже получила печать Святого Духа. И таких собраний от самого начала, из древности, от Востока Солнечного и до наших дней должно быть 144 тысячи. И все они были отлучены, изгнаны из синагог, отлучены от иудаизма, отлучены от христианских конфессий. И все они воскреснут в явлении избранных. То есть, когда уже будет полное число достигнуто, и все эти собрания получат печать Святого Духа, то Бог соберет потомков этих собраний. Потому что каждый из нас является духовным потомком людей, которые были в этих собраниях. То есть, мы являемся их духовными потомками, сегодняшнее поколение. Из сегодняшнего поколения должна быть принесена десятина. То есть, в начале, со дня Пятидесятницы, который также называется Бикурим, что означает первенцы, это второе название праздника Шавуот, Пятидесятницы. Так вот, от дня Шавуот приносятся начатки земли в храм. Начатки плодов земли. И вот, когда они уже принесены к осенним праздникам, после этого приносится десятина. И после принесения начатков, можно уже есть плоды, которые в поле. Брать с поля и есть. Но принесенное в хранилище, из хранилищ брать нельзя, пока не принесена десятина. И вот эта вот десятина должна быть принесена, и она будет принесена в храм, когда будет построен третий храм, будет принесена в виде явления избранных от четырех ветров, которые придут туда, как десятина от всех спасенных народов. Десятина спасенных Христом, от урожая всех народов. И в этой десятине будут представлены воскресшими все вот эти 144 первенца, то есть духи вот тех собраний, которые были от самого начала и до последнего дня. Они воскресают в явления избранных, которые войдут туда в ворота храма, в восточные ворота храма, с первого числа Тишрей до десятого числа месяца Тишрей, в Асерет Емей Чува, десять дней возвращения, от Йом Теруа, то есть праздника труп, до Йом Кипур. В эти десять дней вот эта вот десятина войдет в храм, и после этого ворота закроются. Это будет момент восхищения церкви. После этого пройдут вот эти вот суды, чаши гнева, и уже спустя четыре года в Симхат-Тара явится город Ягвышамма, где очевидно вот эти 144 тысячи уже будут воскрешенные в городе Ягвышамма, и все люди, которые были в этих собраниях, они там будут вместе с теми сегодняшними коленами Израиля, которые их примут и воскреснут на земле Израиля. Но это не так, что это буквальное воскресенье для всех внешних. Внешний ничего не увидит, кроме того, что из народов придут в храм какие-то люди, войдут в восточные ворота, и потом там будут всякие удивительные события в мире и в Израиле, и эти люди будут иметь общение со всеми теми, которые прежде умерли. Там, в городе Ягвышамма. То есть 144 тысячи – это вот эти вот собрания верных Христу, которые получили печать Святого Духа. Их отличает то, что эти собрания следуют за Христом, за Агнцем, а не за какими-то другими вождями человеческими или за общим мнением людей, потому что что значит «осквернили себя с женами»? «Сжена» – это собрание, люди. И осквернить себя с собранием можно тем, что слушать мнение людей, которые составляют это собрание. То есть люди могут идти вслед своего духа, своих плотских желаний, чувств, но те 144 тысячи, которые воскресают, они следуют за Агнцем, а не за мнением людей, которые в этом собрании. То есть не за пастором идут, не за общим мнением собрания, а ищут воли Божьей и исполняют ее. И они, именно вот эти собрания, только они, церковь первенцев, написанных на небесах, и воскресают. Но в этом собрании, в 144, происходит спасение всех его участников. Воскресают все, которые туда вложились, участвовали в этом собрании. И в будущем, в тысячелетнем царстве, очевидно, в этом же самом числе, 144 тысяч, будут спасаться и все остальные люди человечества, потому что не будет другого способа спастись, кроме как примкнуть, участвовать, воспринять от одного или нескольких этих, которые из 144 тысяч, последовать вместе с ними. Другого варианта спасения нет. И еще я хочу сказать, что вот эта печать Святого Духа, как написано у Езекииля, ставится на челах людей, скорбящих. Знак ставится. И знак это на иврите Тав, что означает букву также Тав. И эта буква Тав в до-вавилонском написании обозначалась в виде знака Креста. То есть, буквально у Езекииля там написано, что на челах скорбящих людей ставится Крест. И вот это тоже самое параллель на запечатление Святым Духом, которое описано в Откровении Анны. Получают печать Святого Духа люди скорбящие, участвующие вот в этой скорби, которые не могут смириться с тем безобразием, которое происходило в иудаизме, которое происходило в христианских, конфессиях, все вот эти вот столетия, тысячелетия великого отступления христианства. И вот эти скорбящие, они все отлучались, изгонялись, убивались. И были такие, будут убиты, то есть отлучены, обезглавлены. Обезглавлены они будут. То есть, они будут изгнаны из этого мира, из всех этих вот собраний, которые изображают бурную жизнь, там танцуют, ликуют, якобы прославляют Господа. Из них эти избранные и изгнаны полностью, отлучены, не принимаются во внимание. Но именно они, вот эти вот, и будут воскрешены там, в царстве. Потому что их посладники последнего времени будут приняты. Вот эта вот десятина, которая от народов войдет в восточные ворота, которая от четырех ветров, то есть ни от одного христианства, ни от одного иудаизма, от всех религий, какие есть, от края земли до края неба, вот эти избранные и войдут туда. Их представители 144 тысяч. И в них все 144 тысячи. В них воплощаются все 144 тысячи. То есть, вместе с ними входят все те, которые участвовали в этих собраниях от первых дней до конца. Все они невидимо духами входят в восточные ворота. И с ними входит Господь. И поэтому, когда закрываются ворота, звучит седьмая труба, и говорится, что царство мира сделалось царством Господа. И после этого происходят страшные суды над всеми теми, которые отрицают вот это самое явление избранных в храме, отрицают этот храм, как храм Божий. То есть, вот эти язвы, семь язв, будут поражать весь этот мир, всю эту земную религию, все конфессии, динаминации, которые не принимают и не признают вот такого вот воплощения 144 тысяч, которые будут явлены в Израиле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok